А в гостях у нас сегодня Александр Львович Холодов, член Координационного Совета Межрегионального Общественной Организации Автомобилистов Свобода Выбора. Александр Трофимович, скажите нам, пожалуйста, вам на какой машине комфортно едет? И как с пробками справляется? Счастливым у себя на какой машине? Езжу на Мерседесе, как раз я чувствую, что это про меня вы рассказывали буквально 3 минуты назад. А с пробками справляюсь очень просто. К вам я сейчас сюда приехал на метрополитене. Поэтому, я думаю, как многие автобилисты... Хороший выбор для Мегаполис. Мегаполис, да, таким образом решаю вопрос-пробу. Перехватывающие парковки не способны? Перехватывающие парковки это хорошо, но, к сожалению, их очень мало. Если мы говорим про крупные города, то для нас это очень мало. Это просто капля в норе. То есть это решает какую-то часть проблем, ну, там, из серии 1-2%, не больше, к сожалению. Александр Львович, ну, давайте обратимся к вашей непосредственной деятельности, к защите прав автомобилистов. Вот все-таки, почему вы решили заняться этим делом, что способствовало какое-то конкретное событие? Или в целом как-то проанализировали ситуацию в стране и поняли, что уже дальше так жить нельзя? Ну, я думаю, что у меня там может быть какая-то ситуация такая, она достаточно уникальная, потому что у меня не было того, что я там утром проснулся, да, решил заниматься вопросами автомобилистов. Это просто в интернете общался с людьми в форумах. Кто-то задавал какие-то вопросы, отвечал, кто-то, может быть, задал вопросы, на которые я не мог ответить. Мне стало интересно, почему я не могу ответить. Стал больше изучать какие-то законы, какие-то там, может быть, внутренние документы, которые публикуются, но где-то там далеко опубликованы. И так получилось, что я стал просто обращать внимание, что слишком большой процент вопросов, на которые почему-то я могу ответить. И так постепенно, постепенно. А законы у нас пишутся сложные, с первого раза не поймешь. А чаще всего люди обращаются с какими вопросами? Какие проблемы их тревожат? Вы знаете, это среди людей, которые профессионально защищают автомобилистов, даже в качестве анекдота ходит вопрос самый частый. Это нужно ли менять права, когда поменяла фамилию. То есть вот по статистике, наверное, при всем богатстве выбора всевозможных проблем автомобилей... Там еще за гран-паспорт добавляется. Вот именно самая частая проблема, да, почему-то это вот типично. Причем, если отследить те форумы, которые позволяют смотреть вопросы за предыдущий день и так далее, этот вопрос очень часто бывает раз в день. То есть вот достаточно, в принципе, девушке, я так понимаю, отлистнуть одну страничку назад и увидеть точно такой же вопрос. Нет излишней доли упертости каждый день, в общем-то, один и тот же вопрос. Ну а если серьезно, действительно, какие проблемы сегодня? Это, кстати, серьезно, я не шутил. Хорошо, помимо этого. Но, конечно, автомобилистов волнует все ситуации, когда у них они чего-то лишаются. То есть это ситуации, связанные с задержанием транспортного средства, ситуации с лишенческими статьями. То есть когда водительское удостоверение, может быть, по решению суда у них изъято. То есть вот эти, конечно, вопросы. Если автомобилистом где-то, ну назовем, попал на штраф 300 рублей, ну, конечно, печально, но это не побудит его залезть в интернет, написать жалобу или, может быть, почитать какие-то законы. А вот как раз вот эти лишенческие статьи, они, конечно, побуждают еще как. Ну да, сейчас еще очень удобно, сейчас они прямо с этим счетчиком в машине, можно также на месте оплатить этот штраф, да? Не надо там эту квитанцию выписывать и ждать, а потом этот штраф может... Ну не совсем правильно, потому что вот этот вот, как вы видите, счетчик в машине, да, банковый терминал, по которому можно принимать банковские карточки. Насколько мне известно, это был эксперимент. В принципе, достаточно успешный, но я как бы не уверен, что он до сих пор продолжается, честно говоря, не отследил его дальнейшее продолжение, потому что там в чем была проблема? В том, что здесь, получается, банки бесплатно не хотят давать эти терминалы, то есть они хотят зарабатывать на... Комиссию с услуги, да? Комиссию с услуги, да, перевода денег. И, соответственно, не очень красиво, когда инспектор ГИБДД предлагает, соответственно, какую-то коммерческую услугу. Ну да, нелогично, госслужащий. Поэтому вот здесь вот очень такая юридически непростая ситуация, которая мешает, к сожалению, развитию достаточно, мне кажется, правильного. Даже на таком простом примере, то мы затыкаемся вот в какой-то такой тупик юридический. Александр Львович, вы стояли у истоков создания сайтов нарушил.ру, а также всемпример.ру. Для наших телезрителей я поясню, это сайты, куда все автомобилисты, имея на своем автомобиле видеорегистратор, раскидывали видеозаписи с нарушениями, да, и потом по этим нарушениям возбуждались какие-то административные дела, правильно? В свое время я могу сказать, что даже когда сайт нарушил.ру мы создавали, создавала там некая инициативная группа, назовем это так, мы даже договорились с нашим коллегой из Екатеринбурга, что домен мы регистрируем на него. То есть в свое время мы настолько опасались, может быть, какой-то обратной реакции со стороны недобросовестных граждан, которые будут пойманы в качестве нарушителей. И в некотором плане мы даже были правы, то есть бывало такое, что у нас один из создателей сайта получал там смс-ку практически каждый месяц от одного из бывших сотрудников полиции, который пострадал от действий вот этого сайта, да, когда вот из-за тебя вот я не получил премию в этом месяце столько-то, да, вот в этом месяце столько-то. Человек каждый месяц ему присылал, и там уже суммы уже шли практически за сотни тысяч рублей, то есть вот суммарно сколько человек, грубо говоря, пострадал из-за того, что его когда-то вот мои коллеги поймали за нарушение правил дорожного движения. Но, к сожалению, вот как и любой проект, он энтузиастами развивался, да, и когда такие вот люди, которые стояли у истоков этого сайта, они немножко забросили правозащитную деятельность, соответственно, и проект сам по себе немножечко, да немножечко загнулся, да, то есть сейчас домен ушел в непонятно чьи руки, как бы попытка вот возродить проект всемпример.рф, но не могу сказать, что сейчас он как-то сильно жив, то есть он жив, он работает, сайт работает, как бы видео можно добавлять, но для того, чтобы вдохнуть вот именно серьезно вторую жизнь, нужно, чтобы… Нужен лидер идеи такой вдохновитель. Нужен, конечно, да, если кто-то, может быть, сейчас даже смотрит и хочет, вот я хочу заниматься этим, то ради бога. Вот, кстати, к вопросу, да, занятия такой полезной общественной деятельности, вот у вас три высших образования, вы очень подкованный человек во многих вопросах, а нужно ли, в принципе, вот иметь такой багаж образовательный за плечами, чтобы вот такую развернуть общественную деятельность, какое-то движение создать? Могу сказать, что образование у меня так получилось, что получал я их достаточно поздно, да, и даже долгое время там у меня не было высшее образование, хотя я уже там выступал на телевизоре, все считали, что, ну, там, крутой специалист, а я, по сути, подтверждал только свои знания, когда он уже в институте заканчивал, в университете, да, то есть я про сути… То есть сначала самообразование, потом… Да, то есть я считаю, что у нас, к сожалению, многие университеты сейчас не дают необходимые уровни знаний, то есть если мы говорим, например, про то же юридическое образование, да, то, как бы, человек, ну, представим, да, кто такой, кто преподает? Человек, который до этого… Теоретик. Теоретик, да, и теоретик, который каждый день, в общем-то, одно и то же студентам рассказывает. Поэтому, если это теоретик еще и практик, который каждый день проверяет в судах какие-то моменты, смотрит за изменениями законодательства, там, какие-то читает, там, обзоры судебной практики, это хорошо. Но, к сожалению, у нас не настолько большие деньги зарабатывает, наверное, преподаватель, что если говорить про юридическое образование, чтобы человек, который настолько хорошо разбирается в законодательстве… Когда выпустился… Вместо того, чтобы заниматься успешной юридической практикой, там, зарабатывать какие-то серьезные деньги, да, если мы говорим про хорошего специалиста, вместо этого он идет студентам преподавать, и, по сути, растить своих конкурентов, которые завтра у него будут отбирать вот его юридический хлеб. Поэтому, к сожалению, у нас есть серьезные проблемы вот с этим. И, по крайней мере, если говорить про юридическое образование, я считаю, что больше польза, наверное, от какого-то самообразования. Практическое, да? От практического, от практики, от каких-то… Опыта. Опыта, да. Живое общение с людьми, которые попали в те же сложные ситуации, то есть, по сути… Ну, здесь у всех разный путь, то есть, я, например, знаю людей, которые пошли, там, например, работать помощником судьи, для того, чтобы каждый день увидеть реальное заседание, видеть реально, как бы, как судья принимает решение, иметь возможность, там, за чашкой чая спросить, а вот, извините, пожалуйста, а почему вот так вот именно решение приняли, а не иначе. То есть, получать какой-то реальный опыт. И параллельно с этим получать юридическое образование. Вот это, кстати, может быть, не самый плохой вариант, даже более предпочтительный, потому что видят реальную, вот, уже правопрограммительную практику. И надо понимать, что вот если, как бы, кто-то говорит, я, вот, там, юрист, и вот у меня, там, широкая, там, сфера деятельности, я занимаюсь всеми вопросами, там, разводов, автомобилистов, не знаю, убийствами, вот всем сразу, да, это, скорее всего, человек просто, мягко говоря, вас обманывает. Это как терапевт в медицине. Знаю немножко, по чуть-чуть обо всем. Я думаю, что здесь даже хуже, наверное, ситуация, здесь, наверное, человек не знает ничего, потому что, к сожалению, у нас так построено законодательство, оно, правда, с другой стороны, оно попроще, чем тоже американское, где прецедентное право, но у нас, тем не менее, существует еще много всевозможных моментов, да, то есть, вот, есть закон, есть подзаконные акты, есть какие-то, там, приказы, указы в исполнении, есть судебная практика, которая тоже важна, есть обзор судебной практики, есть, например, ну, просто сложившаяся служебная практика, судебная, о которой, там, в принципе, особо не говорят слух, да, там, и так далее. Есть какой-то, там, некий опыт, и, соответственно, вот получить вот этот объем знаний, то есть, я могу сказать, что я, вот, на данный момент я не могу сказать, что 100%, вот все, что касается автомобилистов, я знаю, вот, точно на, там, 100%, да, хотя я, конечно, стараюсь за этим следить, там, каждый день читаю, там, новые изменения, там, и так далее, где-то даже принимаю участие в их написании, да, поэтому есть у меня возможность, там, отслеживать, но, тем не менее, не могу сказать, что мне получается это делать полноценно, а если кто-то говорит, что он одновременно с этим, еще и, там, и по разводам так же все знает, и по какому-то, там, не знаю, праву, касающемуся, там, авторских прав, там, и так далее, но это человек просто врет. Ну, это требует времени, чтобы разбираться во всем этом правильно, а зачастую нашим автомобилистам проще на месте решить какие-то вопросы. Ну, я бы не сказал, что сейчас очень много автомобилистов, вот, мне очень нравится, но, мне кажется, даже, может быть, я, там, малую часть, ну, участвовал в зарождении вот этой моды, да, это быть умным, скажем так, автомобилистом, то есть знать свои права и не решать вопрос, вот, как вот, да, там, взяткой, а, соответственно, решать вопрос в законодательном поле, то есть у меня очень долго был, например, такой, ну, как принцип, я все штрафы обжаловал, у меня было 100% отмена всех штрафов, которые, там, ГИБДД на меня выписывал, потому что я всегда находил какие-то юридические крючки, где-то неправильно оформленные документы и так далее. По сути, вы нарушали, но из-за того, что протокол неправильный был. Давайте так, нарушали это постановление о том, что я нарушил вступившую законную силу, поскольку там на этот период не было таких постановлений, да, то получается, ну, какой нарушал? По сути, получается, что это нарушали инспектора, которые неправильно писали Буно. Да, вот вы все-таки затронули важный момент подкованности автомобилистов, юридической подкованности, но вот все-таки, если говорить в целом о культуре автомобилистов, о культуре вождения, то есть мы все, там, кивок делаем в сторону Европы, говорим, что как там хорошо, и дороги, какие автомобилисты доброжелательные, все это правило соблюдают, там, вот Финляндию недалеко от нас расположены, всегда в пример ставят, и даже когда финны приезжают к нам, они пугаются этих бешеных скоростей. Вот все-таки вот эта проблема культуры вождения, это у страха глаза велики, это раздут, или все-таки это есть, и с этим нужно что-то делать, и какие-то уже успехи есть в этом направлении? Нет, эта проблема, конечно, у нас есть, она не раздутая, но мне кажется, что есть серьезные подвижки в хорошую сторону, то есть у нас в последние годы стало модно там говорить спасибо, да, теми же поворотниками, у нас стало модно пропускать друг друга, то есть вот приятно, и пропустить приятно стало, да, и когда тебя пропускают приятно, то есть у нас, ну, может быть, мне в Петербурге это так кажется, может быть, вся страна как бы чуть иначе живет, но мне кажется, что мода вот такая зародилась, то есть если там 10 лет назад тот был крут, кто, соответственно, там круче всех нарушил, лихач на дорогах, то сейчас есть некая мода уже на культурное поведение, когда человек как бы ведет себя на дороге там по-хамски, он вызывает уже некую жалость, не то, что там, ой, какой крутой поехал, вот никого не боится, да, некая, скорее, жалость, ну, что же за дурачок-то поехал, может, из деревни приехал, еще, может, не в курсе, что там на дорогах надо вести себя прилично, соответственно, мне кажется, что вот эта тенденция, если она и дальше так будет развиваться, то в конце концов мы и обгоним, соответственно, там другие страны по культуре поведения на дорогах, ну, и надо понимать, что за рулем автомобиля сидит не какой-то там виртуальный, прилетевший с планеты Марс человек, да, за рулем автомобиля сидит такой же человек, который три минуты назад был пешеходом, если он некультурно вел себя там в магазине, на там автозаправочной станции, в школе, там еще где-то, да, то, садя за рулем, продолжает такое же поведение, это не какой-то там человек с Луны свалившийся, поэтому здесь, если мы говорим про наших автомобилистов, это надо говорить одновременно с нашим обществом, то есть это никак не разделить. Давайте, да, о культуре, о модных тенденциях на дороге поговорим сразу же после рекламы. Друзья, у нас сегодня идет разговор о проблемах автомобилистов, и в студии у нас сегодня Александр Львович Холодов, лидер общественного движения по защите прав автомобилистов. Вот мы затронули вопрос с сайтом, когда водители могут выкладывать вот какие-то видео с регистраторов, и, в принципе, это такая хорошая подстраховка для водителя, когда он едет, у него есть дополнительная уверенность, что если что, и я буду прав, то у меня всегда есть возможность это доказать. Ну вот, не знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, вот где-то полгода назад я слышал, что рассматривался законопроект о запрете вообще видеорегистраторов, вот как сейчас ситуация с этим? Нет, это был законопроект, это, который, конечно, стали говорить как законопроект о защите регистраторов, это просто вот пример того, что не умеешь, не трогай. Да, вот это был один из какой-то областей, я уже не помню, какая-то из областей так отличилась, они есть у нас в областных парламентах право законодательной инициативы, и когда вот хотят попиариться, хотят показать свою какую-то значимость, бывает очень часто некоторые депутаты выдвигают законопроекты, и причем иногда так выдвигают, видите, что они доходят до Государственной Думы, и, соответственно, кто-то там почему-то озадачился тем, что вот некоторые автомобилисты тонируют лобовые стекла. Да, вот я не знаю, где это такая серьезная проблема, и не разбираясь вообще в вопросе, не понимая, что есть федеральное законодательство, которое, в общем-то, и так запрещает. Которое не должно вступать в противоречие с местным. Абсолютно, да, не понимая никаких вот этих моментов, не понимая никаких там подводных течений там и так далее, просто давайте вот введем там запрет размещать какие-то там предметы на лобовом стекле. По большому счету, если честно глубоко гопнуть, то регистратор на лобовом стекле и так запрещен, да, это предмет ухудшающий обзорность. Если мы говорим про то, что на сегодняшний момент регистратор должен быть, например, 100% в законном поле, то крепить его надо, например, на торпеду, а не на лобовое стекло. Но это уже так, углубляясь, грубо говоря, в детали. Так вот здесь вот мы видим такой пример законодательного поноса, как я его называю, да, это когда, не понимая что и как, не изучая никакой там судебной практики, ничего, вот только вот видя узко проблему, вот проехала мимо меня машина с тонированным стеклом, давайте сейчас внесем в Госдуму проект, да, причем внесем-то, не депутатом Госдумы внесен был, а человеком, который призван, в общем-то, своими избирателями на каком-то там конкретном участке решать региональные проблемы. Да, ради чего его выбирали. Вместо этого вдруг у него как бы такая идея, вот все, вот завтра мы должны запретить все предметы на лобовом стекле. То есть получается человек вот явно занимается не своим делом. И, к сожалению, таких примеров очень много в последнее время, но это вот один из таких, который дошел. Понятно, что когда в Госдуму этот проект пришел, все посмеялись, его зарубили еще на этапе начальном, и на этом все закончилось. Ну вот сегодня регистраторы у нас разрешены таким образом. Водители могут выдохнуть. Спокойно, да. Я сняла на свой видеорегистратор нарушение какое-то. Какова процедура? Как я должна эту запись отправить? Куда? Для того, чтобы инициировали какое-то административное. У нас нужно понимать, что вообще в любом случае любая видеозапись, она является неким приложением к вашим словам. То есть даже если вы сняли какое-нибудь нарушение на видео, пока нет заявителя, то есть физического лица, например, который сообщит о каких-то фактах, то получается сама запись, она по себе не может быть. Анонимно не получится. Да, потому что, во-первых, непонятно где это снято, во-вторых, непонятно кем это снято, в-третьих, непонятно когда это снято, может быть давность прошла, четвертых непонятно кто изображен. То есть кажется нам, что это человек, похожий на Владимира Ильича Ленина, а на самом деле это не он. Это артист в кепке и так далее. Поэтому в любом случае у нас должны быть какие-то вводные. То есть если мы хотим, чтобы по нашей записи была какая-то проверка и так далее, то конечно надо обращаться уже или в районный отдел полиции, или в ГИБДД, или в общественный совет МВД обратиться. То есть в какое-то место, где может быть какое-то дальнейшее движение заявления. А в качестве как бы некого приложения к вашим словам, это видеозапись. То есть конечно одно дело приходит, человек говорит, я вот там видел, как инспектор ГИБДД ругался матом. Ну скажет, может быть вы с ним поссорились на дороге, поэтому вы на него наговариваете. А другое дело приходит, человек говорит, я видел, как инспектор ГИБДД ругался матом, и вот у меня видеозапись этого. Это конечно другой уже уровень доверия к словам. Но, к сожалению, или к счастью, видеозапись сама по себе, она никак не заменит человека. Но еще вот здесь такой очень тонкий момент. Вот в одном из интервью вы общались по поводу домогательств к таксистам. Была такая история, там тоже было видео, там вот всплыл вопрос как раз-таки достоверности записи. Вот, собственно говоря, как проверить, потому что слова словами, а вот все-таки достоверность видео. Сейчас такие компьютерные программы, что можно смонтировать и все что угодно сделать. Да, и, собственно говоря, история с таксистом, она имела какое-то продолжение? С таксистом история продолжения не имела, потому что не набрали нужного количества подписей, хотя бы какого-то приличного, чтобы можно было обратиться в Госдуму. Но, честно говоря, жалко, потому что на самом деле там есть некий косяк в уголовном кодексе, который, может быть, и неплохо было бы исправить. Да, напомним, что была история, что женщины к таксистам, мужчинам стали домогаться, и вот все больше и больше таких случаев стало. Но там проблема была не из-за этого, из-за чего вся ситуация, в общем-то, так и развернулась, достаточно широко в средствах массовой информации, потому что у нас в уголовном кодексе, получается, женщина не может изнасиловать мужчину. То есть может быть потерпевшая, но не может быть потерпевшего. И, конечно, есть вот это гендерное неравенство, которое, наверное, было бы неплохо в данном случае исправить, не говоря уже про иные формы, которые могут быть мужчинам-мужчинам, к примеру. Он тоже, получается, не может стать потерпевшим, потому что может быть только потерпевшая. Соответственно, здесь, конечно, если говорить более глобально, было бы неплохо, чтобы был изменен уголовный кодекс. Но вот тогда этого результата не достигли. Я думаю, может быть, еще когда-то какой-нибудь другой случай будет, который к этой проблематике обязательно вернет. Что касается подлинности видеозаписи, ну, здесь в данном случае я и сказал, что очень важно, чтобы человек какой-то изначально дал какие-то показания. Потому что тогда этот человек, в общем-то, берет на себя ответственность за ложный донос или за ложные какие-то свидетельские показания. То есть это тогда можно от чего-то уже плясать. То есть это какой-то физический человек, физическое лицо, которое дает какие-то уже показания. И видеозапись – это уже некая иллюстрация к словам. Если мы говорим про какие-то другие случаи, когда, например, возникает сомнение в подлинности, у нас же очень много записей, по которым был какой-то шум, но не было дальнейшей картинки. То есть недавно дети за рулем ехали, я так понимаю, так и не нашли, где это было. И когда это было, есть сомнения вообще в Петербурге ли это было, в области. Может, это сняли где-то в Украине, условно говоря, и к нам прислано. Есть, например, там запись с тем же таксистом, да, тоже сомнения там были тоже в подлинности. То есть не разыграл ли этот таксист со своей знакомой данную сценку, да, чтобы попасть в телевизор, условно говоря. Таких вот записей много, да, когда возникает сомнение. Но в любом случае, как бы, если есть заявление, по нему надо разбираться. Ну, заявление есть, видеозапись мы предоставили, что дальше? Есть ли какие-то характеристики, может быть? Нет, если мы говорим про нарушение, касающееся 12 главы, да, то есть нарушение правил дорожного движения, то у нас там по ней-то, в общем-то, все равны. У нас же, если, например, условно, там сотрудник полиции был за рулем, да, или это был, там, не знаю, там, кто простой автомобилист, да, у них абсолютно одинаковая ответственность. То есть штраф у них абсолютно одинаковый. И здесь даже вот сам в начале программы я стал говорить о том, что писал бедный сотрудник полиции, тогда еще милиции, смс-ки, да, насколько он там пострадал. Это было из-за того, что вместо того, чтобы лишить его водительское удостоверение, как положено по закону, за там выезд на переезд на запрещающий сигнал, не включение люстра, а его руководство отобрало у него водительское удостоверение, спрятало в сейф, значит, лишило его премии, там, не дало звания, там, и так далее. То есть делало то, что не должно было делать. И единственный момент, что над ним все коллеги уже стали смеяться, но когда еще парочку его коллег мы поймали, в течение месяца уже хотя бы смешки перестали. Это уже тенденция, это уже не случайность, а тенденция. Ну, вот я могу сказать, что у нас там тогда еще серия была там АА, смольнинские номера, да, и у нас практически, ну, вот мы смотрели, почти там всю сотню первую, да, выбили там, ну, я так уже не помню, ну, по крайней мере, каждый второй у нас точно уже побывал там в нашем списке. И привлекали ведь к ответственности, то есть и привлекали, и привлекают. И сейчас я могу сказать, что вот если кто-то хочет этим заняться, да, заснял нарушение там людей, почему, я еще, кстати, акцентирую внимание, да, на, что это сотрудники полиции там, да, что это какие-то там смольнинские машины, не из-за того, что мы там как-то предвзято к ним относимся, а просто когда это физическое лицо, у нас нет доказательств, кто был за рулем. Если это машина, принадлежащая там полиции, какой-нибудь автопредприятию, принадлежащая... Кто не гарантирует, что она была угоненной? Нет, там есть тогда путевой лист. И понятно, что именно Иванов Иван Иванович там с 8 утра до 8 вечера был за рулем. Соответственно, это именно он совершил там выезд на запрещающий сигнал светофора, к примеру. То есть, соответственно, если есть такой факт, его зафиксировали, пожалуйста, районный отдел полиции заявление о том, что вы стали свидетелем административного правонарушения. Если по какой-то причине будет отписка, но обращайтесь, я думаю, что я найду возможность помочь побороться с отписками. Личные данные там заявителя, который указал вот это правонарушение, будут эти данные известны самому нарушителю? Или это анонимно? Нет, здесь в данном случае, как я уже сказал, должно быть заявление. То есть, заявление не может быть анонимно. Если вы там очень переживаете, то просите, может, кого-то более смелого, знакомого. Для самого нарушителя будут ли известны ему мои данные? Хороший вопрос. Ты боишься за жизнь? Гарантировать, что не будут, не могу. Но, знаете, как это? Волков боятся в лес не ходить. Понимаете, когда мы так массово, сотнями такие заявления писали на сотрудников полиции действующих, на действующую власть в городе, ну, понятно, что, конечно, были некие опасения за жизнь, здоровье. Но, видите, как бы жив, здоров, и все коллеги, которые занимались этим проектом, тоже не пострадали от этого проекта. Но я так понимаю, что и благодаря этим действиям ситуация стала изменяться в лучшую сторону, отчего и наметились эти положительные тенденции к повышению культуры. Ну, я могу сказать, что это очень важно, да, то есть, когда у нас те люди, которые имеют власть некую, да, если они создают дурной пример, вот почему название сайта всемпример.р, да, потому что, когда человек, там, полицейский имеет власть некую, да, вот он, если он сам не нарушает, он тем самым подает пример гражданам. Если он сам только что, там, 10 раз нарушил ПДД, а потом оснаил нарушителей, ну, понятно, что у него не сложится разговор с водителем, который только что видел, что он сам 10 раз нарушил, да, и тут же пытается мучить какие-то морали, говорить, что нужно, там, заботиться о безопасности дорожного движения. Ну, и могу сказать, что есть же и другой положительный момент, потому что раньше, ну, чего греха таить, достаточно часто бывали случаи, когда, там, те же полицейские разбивались насперть, там, в том же нетрезвом состоянии. Иногда, конечно, эти случаи, там, замалчивались, но, в принципе, нельзя сказать, что это редкие были ситуации. Сейчас я могу сказать, что если полицейского останавливают в нетрезвом состоянии... Это нонсенс. ...то, ну, даже всякое может быть, но я могу сказать, что, там, в 99, наверное, процентах случаев он будет прятать удостоверение, говорить, что он безработный, говорить, что он, там, временно не работающий, что он вообще, там, бомж, все, что угодно, там, документы терять, все, что угодно. Только он не сознавался, что он сотрудник полиции. Потому что на сегодняшний момент, как только выяснят, что он, например, был в нетрезвом состоянии за рулем, сотрудник полиции, его автоматом увольняют. Просто сразу же, невзирая, там, ни на должность, ни на что. Поэтому, как бы, в данном случае, мне кажется, серьезные изменения есть. Александр Львович, ну, вот если говорить о таких подковных водителях, как вы, да, вы хорошо знаете все вот эти возможные подводные камни, вот этого юридического, да, вот этого права автомобильного. А если, вот, обычные-то водители, которым, ну, которых семьи, которым просто некогда штудировать, там, те же правила дорожного движения, те же законы, там, эти все постановления, вот какой совет можно дать им, чтобы, вот, все-таки, ну, максимально себя обезопасить, там, от недобросовестных слуг народа, да, полицейских, в принципе, от каких-то... Знаете, есть чудесный анекдот, да, если, там, кратко его конец закончить, это когда на дереве все сидели, да, я включаю ворону и куча зверей. Ветка сломалась, все упали, ворону залетело. И, говорит, а вы, говорит, ребята, летать-то умеете? Те, говорит, нет. Ну, а что вы тогда выпендриваетесь, на дерево залезаете? Вот здесь вот именно тот же пример. Если вот меня очень, скажем так, удивляют, и очень мне не нравятся записи, выложенные в интернет, когда человек, кроме слов, там, какая причина остановки, он ничего не знает. И, поверьте, мне вот недавно приходил товарищ, я не знаю, правда, он говорит, неправда, да, приходил на прием, вот он говорит, вот я спросил инспектора, какая причина остановки, меня вытащили из машины, там, избили, у меня оказался в крови алкоголь, в меня они влили там пиво, я не знаю, как бы, где он правду говорит, где неправду, где там, что было, что не было. Ну, вот сам факт, как бы, который он не оспаривает, да, что у него конфликт весь начался с того, что он стал говорить, а какая причина остановки. Кроме этого, в законах он не знает ничего. Он не знает, откуда он эту фразу взял, он где-то в интернете видел Ему захотелось перед друзьями повыпендриваться Мне кажется, кстати, я ни разу, по-моему, за все время не спросил Нет, вру, один раз, по-моему, за все годы спросил инспектора, зачем он меня остановил Да, и то это как бы, ну, у меня настроение хорошее было Просто так, как бы, он меня остановил, я опустил окошко, говорю, будьте добры, там, два гамбургера, кока-кола Но все-таки водителям иногда стоит почитать правила дорожного движения Кстати, вот здесь вот книжка моя продается буквоеде, можно ее купить Спасибо вам, Александр Львович, за содержательную беседу Я думаю, что и тем, кто хочет купить автомобиль, и тем, у кого он уже есть, пригодятся рекомендации Александра Львовича Холодова Ну что же, мы плавно переходим к обещанной викторине, викторине от доктора Нона Сегодня мы разыграем вот этот замечательный дезодорант Вопрос звучит следующим образом В какой книге доктор Нона дает советы по правильному питанию? Варианты ответа Как не превратиться в бабу-югу? Советы от доктора Ноны Второй – учиться жить долго И третий вариант – советы от доктора Звоните по телефону 8 812 715 77 82 Отвечайте и выигрывайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова